Плохое решение ввиду того, что они буквально недавно занимали топ-8, вылетали с чемпионата, в общем, не заняли того долгожданного первого места и вроде как могут сделать выводы, сейчас потренироваться. Хотя, с другой стороны, с кем тренироваться, если все в Кёльне? Все на мейджоре, да. Сегодня, ребята, очень интересный у нас турнир начинается. Напоминаю, что 16 команд, представители 21 страны будут участвовать на этом турнире. Маус Спорт против Фнатик, первое сражение, которое начинается прямо сейчас на карте Дэд Рейн, это поножовщина и будем решать, кто же все-таки будет начинать в защите, потому что, ну, это самая привилегированная сторона на этой карте. Пока что все очень хорошо для команды Фнатик, которая, напоминаю, была в полуфинале прошлогоднего Кёльна, проиграла команде Ликвид 0-2, ну и сейчас, конечно, будет бороться за первый слот. Напоминаю, что обладателем кубка по версии ESL 1 Кёльна является команда СК, которая в прошлом году слишком все круто делала. И в этом году тоже некоторые аналитики предсказывают, что они могут защитить этот тип. Биг формы у них так вышел как раз-таки на ESL Кёльна, на мажор. Они, напоминаю, взяли предыдущий турнир буквально, опять же, неделю назад. И теперь Кёльн, потом мажор и, блин, может быть, три чемпионата подряд. Как раз-таки Фнатикам удавалось когда-то такой вот стрик из 5-6-7, по-моему, даже побед делать. Может быть, СК теперь? Фолин в своем интервью говорил, что мы приехали в Европу, чтобы выигрывать абсолютно все. То есть эта команда, наверное, не будет останавливаться ни перед чем. Ну что ж, будет такая замечательная у них возможность. Они будут играть в первом своем матче против Space Soldiers, команда, которая участвует в этом году всего лишь во втором таком крупном ивенте. Мы помним их еще по WESG, по-нашему. И там ребята довольно-таки неплохо выступили. И сейчас тоже квалифицировались на Кёльна и будут вот на таком крупном чемпионате получать опыт. Это самое главное для таких команд. Да, тогда они заняли, по-моему, четвертое место, да, на войске? Да, да. Ну, проблема Space Soldiers всегда в том, что очень круто стреляют, особенно по интернету, а на лане результаты немножко получше. Но опять-таки таким коллективам нужен опыт. Кёльн как раз-таки для них является хорошей возможностью. Напоминаю, что система проведения у нас уже довольно привычная. Это снова швейцарка, 16 команд, выиграть и пройти дальше нужно для того, чтобы пройти дальше 3 матча. Для того, чтобы вылететь из чемпионата, нужно 3. Да. И вот опять же, чем мне нравится система, тем, что, по сути, вот на примере последней квалификации к мажору команда HellRaisers ввела, по-моему, 2 матча. А в итоге вылетела из чемпионата, потому что проиграла оставшиеся 3. Поэтому тут ты можешь быть сегодня лидером, завтра лидером, а послезавтра не попасть. 100%. Ребята, если Альван Кёльн начинается, ФНАСИК против Мау Спортс, карта Детрейна. Шведы будут защищаться, Мау Спортс атаковать. Ну и смотрим, есть один Дефузов от Кримза, дефолтная позиция абсолютно от защиты. Деннис вместе с Оскаром и Лоулом попытается половить зелень, там только один Олаф Мейстер. Олаф чекает, пока не пытается довольно уверенно стреляться, хотя инфу должен собирать. Понимает, что выход через зеленку, перед целевой Деннис остается на позиции, подходит Живи. Живи уходит под окна, тем временем Лоуэлл начинает пушить. Хорошая ХАЕшка, 38 фп остается, Лоуэлл чекает окна. Справа от него Дживи, который вешает хэт. Тем временем перекрестный огонь, Крис Жей разбирает Живи, погибает Крим. Флюша решил задавить зеленку, и это один Крис Жей против двоих. Да, попытается действовать через плент, и Флюша забирает последнего, живых не осталось никого. Из команды Маус Спортс 1-0, первая пистолетка, тут на зелени просто что-то невероятное происходило. Вроде как выходили неплохо Маус Спортс, задавили Дживи, но Флюша ворвался, и там все вопросы порешал. И сейчас команда Фнатик может выходить на счет 3-0, но Маус Спортс, конечно же, будет всеми силами стараться, чтобы отыграться. Сейчас в этом раунде есть скаут от Крис Джея, Тиггл от Робса, такой же пистолет у Денниса, Тек-9 от Ловела. Оскар, понятно, сливает полностью на АВП. Ну и бай довольно интересный. Вторые арморы плюс Фамас, пожалуй, я, например, впервые вижу, чтобы ни одной УМПшки или МПшки дробовика, кстати, от любителя дробовиков Дживи. У всех Фамас и одна МЧП. Кстати, по поводу УМП, была такая статистика с ECS, если не ошибаюсь, вот СК играли против Астралис, если мне не изменяет память, то ни одной УМПшки не было куплено в этом матче. То есть это тоже интересно, хотя я вот считаю, что до сих пор этот девайс очень силен, даже несмотря на то, что его недавно понерфили. Да, но, видимо, конкретно на этой карте ребята понимают, что средние и дальние дистанции, и именно здесь, наверное, стоит играть с Фамасами. Дживи забирает у нас Денниса, тем временем команда Мауз Спортс перегруппировывается и готовит раскидочку на Б пленте. Понимают ребята, что их, скорее всего, уже читают, выходит через нижний Деннис, разбирает Робса, остается на заднем пленте. Тем временем Мауза выходит, ставится плент, Ловл наказывает Денниса, Флюш приходит на помощь, погибает Крис Жей. Ну и 2 в 4, шансов немного, топит Ловл, забирает Флюшу. Ловл минус. Там без шансов, на самом деле, еще и ХАЭ залетала неплохая, ну и Олфмейстер не промах. В этом раунде двоих бойцов потеряли, ребят из команды Фнатик, Деннис и Флюша. Ну, самое главное, что Мауз Спортс вышли вот на точку, поставили бомбу, и Оскар получил дополнительное количество денег, которое позволит ему уже вот в 4 раунде купить себе АВП на 100%. Ну и тут, в принципе, даже сейчас у вас, короче, много денег. Но сейчас, наверное, нет смысла особо там еще брать, потому что у команды-то денежек вообще нет, 2,5 тысячи. Хотя, если бы, наверное, убили еще одного игрока команды Фнатик, скорее всего, пошли бы ва-банк, дабы поломать экономику. Но в этот раз решили все-таки сыграть с пистолетами по 250, нет у них арморов, ну и, соответственно, играет медленно. Наверное, думает о том, как бы поступить уже в следующем раунде. Готовится у нас выход на точку Б, там только один боец команды Фнатик, это Деннис, который играет тоже четко на инфу на Собаке. Возможно, будет даже десант через верхний, да, а есть ли гранаты? Нет гранат. Вот через смок под флешку можно было неплохо ворваться сейчас. Ну вот Деннис все это дело контролит, и на перетяжке уже Флюша, Деннис начинает контролить своя им неплохо. Флюша помогает, минус 3, минус 4, мясорубка от команды Фнатик, последний Деннис тоже должен погибать. Нет, все-таки флешку забирает, но вот Деннис. Нет, не из 4. Минус 4 квадрокилл от Денниса Эдмона, отличная игра на своей позиции. Опорник точки Б пока что не подводит свою команду, а именно команду Фнатик. И, кстати, у нас интересный факт на этом турнире, вот самый крупный чемпионат, который проводится в Германии, и только один немец это Деннис, который играет в команде Моутспорт. Ух, это действительно интересно. Когда-то немцы, скажем так, были одной из самых сильных наций в кейсе, но, видимо, те деньки уже прошли. Хотя, например, команда Биг вышла, и, по-моему, Пента, да, на мажор. То есть в этом плане немецкая нация будет представлена довольно существенно. Флюша разбирает Криса Джей, ситуация 4 в 5. Оскар остается на центре, уходит назад за бомбой, и преимущество у команды Фнатик одного игрока. Джи Ви уже готов дальше идти и агрессировать под Тимейном. Оскар перетяжка по точку Б, Деннис делает то же самое. Неужели вновь будет Б? И там Деннис, который не меняет свою позицию. То есть он постоянно за собакой или на собаке, и пока он не давал заднюю, скажем так, у него очень крутая позиция. Еще откидывается под тайминговый смог, соответственно, команда Моуспорт пока что может действовать только через верхний, но нужно подождать. Кримс чекает пока что комнату верх-низ. Такая интересная позиция в полусмоке. Сидит Кримс, но мышка снова выходит на точку Б. На дефолт упали два игрока. Деннис как же знатно спреет. Флюша помогает. Остается Деннис. В P250, Оскар вешает хэдшот, но в спине-то уже Кримс, который забрался из комнаты верх-низ по лестнице. И заканчивает пока. Да, Арсений и Фнатик на волне находятся. Пока что Моуспорт ничего не могут поделать. И почему-то вот пристали к этой точке Б. Мышки пытаются просто на эту точку выйти. Возможно, сейчас будет какой-то врыв с теками и арморами на точку А под раскидку. Под смоки неплохо было бы поставить бомбу. Но мы видим то, что теков нет. Есть только P250, деглы от Денниса и Ловула. Раскидка от Крис Джея. Ну и два игрока направляются на зелен. Или нет, даже не два, а четыре. Это что-то интересное, будет просто врыв. И сейчас будет работенка для Джей Ви и Олафа, которая... Ой, неплохо. А там Джей Ви не дает пропрыжку осуществить Оскару. Также Деннис тут на размене попытается действовать. Но все слишком хорошо перекрыто. Фнатик, что самое интересное, имеет огромное преимущество в раундах. Но никто никуда не ломится, никто никуда не идет, чтобы отдавать девайсы. Ребята очень плотнокровно начинают этот турнир. Да, Фнатиков не узнаешь. Я давненько не комментировал этот состав, но, опять-таки, помню, раньше всегда кто-то где-то пытался пройти, прокрысить, поджать. Сутры действительно очень уверенно играют шведы и хотят вернуться снова в мировой топ. Ибо пока что парни находятся на седьмой строке мирового рейтинга. Болельщики ждут, что команда Фнатик наконец-таки выиграет что-то в этом составе, который вот недавно, ребят, ну как недавно, уже есть несколько месяцев, когда они вернули этот самый легендарный состав. И нужно было бы что-то уже выиграть, да? То есть что-то показать. И были некоторые проблески, но вот сейчас как раз вот есть еще одна попытка и возможность выиграть такой крупный чемпионат, как ESL 1K 2017. И начало, конечно же, суперкрутой. Это бай раунд от команды Маус Спортс. Шестой подряд на этом Бестфадин. Есть АВП от Оскара, который, скорее всего, пойдет на зелень. Пока что контроль именно там проводит снайпер команды. Ну и Флюша готов под флешку врываться. И даже без флешки. День видно, Грижей неплохо просматривает эту позицию. Могут забрать двоих, забрал Флюшу. Размен один в один. И инфа все-таки появляется у команды Маус Спортс. Они понимают, что как минимум два человека еще должно быть на открытом пленте. И один из них где-то вблизи Меда. Бомба, кстати, в районе Мусорников на центре. И это, скорее всего, выход на открытый плент от команды Маус Спортс. Но вот, кстати, мы говорили, поджимов нет. А все-таки Фнатики решили сжать со всех сторон. Но сейчас этот поджим должен сработать для команды Фнатик. Деннис, просто отличная позиция. Забирает Робса. А тот вообще не понял, как же так. Ловел, ну, тайминги, конечно, работают против команды Маус Спортс. Выход через зелень. Джей Ви отменяет. Деннис умирает в секунду. Ловел тут же выход через верхний. Не ожидали здесь Ловела второго игрока команды Маус Спортс. Но, тем не менее, это большинство для команды Фнатик. Три в два. Деннис, Олфмейстер и Кримс против Оскара Ловела. АВП и АК, которое должно спасать команду Маус Спортс. Перетяжка от Оскара. Неужели это будет выход на точку Б? Оскар идет по коридорам. Чекает вверх-вниз. Тут Ловел залез. Да, и снова, по-моему, бомбу скинули. Выход опять-таки на Денниса. Но этот парень играет сегодня очень уверенно, очень жестко. И как минимум одного оппонента, наверное, заверил. Деннис выходит из-под катушек. И вот впервые никого не убивает. Это шанс все-таки для команды Маус Спортс. Оскар красный. Ловела 100. Оскар играет за собакой на дефолте Ловел. Ловел решил посидеть. Ай, Оскар подставил ножку. Олаф Мейстер разбирает оппонента. Ну и теперь вся надежда на Ловела. Он один против двоих. Решил действовать под смок. Нужно поджать что-то. Олаф Мейстер замечает соперника. Тут же забирает испанца. И это все еще нолик для команды Маус Спортс. Шесть очков. У команды Фнатик пока что ничего не могут мышке противопоставить против шведских оппонентов. И тут же колется тайм-аут. Крис Джей решил обсудить что-то со своей командой. Что-то не так, ребята. Ну, вот нет большинства. Вот атака пока что не играет на размены. Это самое главное. Вот вроде как есть выходы, тактики. И тут верх-низ вроде как должен был сработать. Но постоянно Фнатик ловит очень крутые тайминги. Согласись. Полностью соглашусь. Шесть ноли. Смотри, что по фрагам у нас. У команды Маус Спортс. Робс. Юная звезда. Пока что абсолютно не может найти своей игры. Деннис один на шесть. Вот у Фнатиков Денни с двумя Н пока что фраг лидера. У команды Маус Спортс всего лишь один фраг у товарища. Ну и в принципе остальные далеко не ушли. И тут действительно правильно. Нужно тренеру команды Маус Спортс включаться. Напоминаю, что Сергей Бижанов Ломобот является главным тренером Маус Спортс. Уже где-то год, да, примерно. Уже давно он на посту своем. Для меня это вообще была такая интересная новость. Вот наш человек, то есть, пошел и тренирует зарубежную команду. Это что-то было такое интересное из ряда вон выходящего, да. И, ну, Маус Спортс в первую очередь стоит понять, что это не отборочный на мажор. То, что здесь более жесткие команды, более голодные команды. И против них команда ФНАТИК, которая действительно хочет что-то выиграть. И нужно действительно хорошо и сильно начинать этот чемпионат. Ну что ж, посмотрим. Это седьмой раунд. Флюша работает через зеленый. Робс, выход очень быстрый. 63 хп остается после Мотова. Кримс на пленте. Пытается действовать вместе с Флюшей. В связке пока что она не работает. Флюша под клашку, под смог. Можно дальше сидеть и менять позицию. Опять же таки не могут дальше пройти у нас Маус Спортс. Это проблема. Много хп теряется. Оскар 4 уже. Ловел. Дальше работает против Флюши. Робс неплохо отстрелит тенниса. Первый праг для него. Кримс за плентом. Работает вместе с Джей Ви. А ВП не промахивается. Но под плент можно все-таки пройти. Нет, говорит об этом Кримс. Робс тоже на измене. Тоже слетает он с катушек. Олаф Мейстер возбревает ситуация. 2-2. Нет, уже 2-1. Джей Ви отличный пик. Минус ловел. Остается Крис Жей. 1 на 1 против Олаф Мейстера. Олаф бегает в баню. Бомба лежит на заднем пленте. Крис Жей тем временем ищет Олафа на зеленке. А Олаф очень четко поменял свое место расположения. Ну и Крис Жей, возможно, не ждет Дик. Нет, но он ждет Дик. Он выходит на Олафа. И все-таки команда Мау Спорс берет свой первый раунд. И опять-таки, что придумали? Придумали просто быстрый выход на открытый плент. И эта тактика сработала. По три гранаты. Да, действительно, выходы. Ну, если бы еще там где-то 10-15 секунд постояли, то, возможно, даже бы не дошли до плентов. Что ИА, что ИБ у нас в Мау Спорс, потому что их закрывали. Но стрельба сработала. Поздравляем команду и болельщиков с первым очком. У нас не самый лучший бай на этот раунд от Мау Спорс. Есть два Горила. 3 АК-47. Быстрый выход у нас на точку под Молотовы. И флешки. Джей Ви уже на вагоне. Готов встречать соперника Крис Жей. Ловит противника на ошибки. Лову тут же забирает Флюшу. Олаф вместе на размене. Дальше можно пройти. Да, Кримс вместе с ним забирает Крис Жея. Кримс на пленте. Под окнами тем временем есть игрок атаки. Бомба уже подходит на плент. Остается забрать зеленку. Олаф перемещается ближе к бане. Ну и позиции пока неплохие. Бомба устанавливается. На зиге подсадка. Деннис чекает дефолт. Но при этом эту точку, может быть, просматривают игроки атаки. Нет, ушел на зеленку. Один из игроков тем временем Олаф Мейстер решил подкрасться незамеченным. Но Лову обезвредил своего оппонента. Деннис откидывает коктейль Молотова наверх. Книж тем временем Деннис обошел уже Кримза. И тут без шансов остается шведский Деннис против троих. И погибает второй для команды Моуспорта. Опять-таки открытый плент. Это с Ахиллесова пята команды Фнатик. Да, пока перестреливают просто два раунда подряд мышкой своих соперников. Но тут еще ошибка от Джи Ви, который мало того, что выпустил мейн, так еще не просмотрел выход от своего соперника под Молотовым. Опять же было явно, что будет атака вестись как раз-таки на эту точку. Джи Ви отлетел, теряется АВП и дальше уже нет размена хорошего от команды Фнатик. И хорошие тайминги Моуспорта не всегда же будет фартить, как говорится, команде Фнатик. И сейчас этот коллектив будет играть с пистолетами. Экоп, 250-е, 5-7 от Денниса. Первый армор и хаешка от Флюши. Такой набор, конечно же, не сильно поможет команде Фнатик. Учитывая то, что будет стычка на коннекторе, неплохо Кримс выходит, но тут же Робс разбирается и с ним, и с Деннисом, который пытался выйти на размен по Флюши. Тоже из инфа. Он тут же отходит под точку Б. Джи Ви неплохо по таймингу поджимает мейн и, возможно, убьет кого-то из своих соперников. У него хорошая позиция. Есть минус 5-250. И с одной сбрывает Робса. Но есть, опять же, самое главное, это информация для команды Моуспорта, которая, возможно, выйдет сейчас в Тим Мейн. Нет и получается. Джи Ви забирает Денниса, тут же размен от Кримса. Джей, ситуация не самая лучшая от команды Моуспорта. Им нужно как-то решать уже, куда-то выходить. Возможно, это Б. Ну и неплохо смещаются через Зиг на закрытый плент. Фнатики пока на открытом пытаются найти мышек, но уже прекрасно понимают. Скорее всего, они находятся совсем не в той области. Бомба устанавливается. Отличная позиция у Криса Джей. Оскар пытается играть вместе с своим тиммейтом. Джи Ви играет довольно аккуратно, но при этом Крис Джей должен переселивать. Джи Ви нет, Джи Ви ловит Криса. И теперь все зависит только лишь от Оскара. Оскар выдал свое место в положение. Играет под верхним. Джи Ви играет крайне аккуратно. Оскар промахивается снова, и Джи Ви делает квадрокилл в этом раунде. Патрон вообще залетел, вообще в вагон. Оскар мало того, что на стрейфы выходил, но там вообще не было шансов убить соперника. Не, ну очень грамотно действовал. Джи Ви не представлялся постоянно на шифте, плечиком проверял, заставлял игрока из противоложной команды делать эти выстрелы. И в итоге затащил раунд. Отличная работа. Наконец-таки Фнатикам удалось разыграть клатч. И Оскар на самом деле закрыл себя в такой позиции, вот между стенкой и бензовозом было очень тяжело маневрировать. Согласись, то что ты выходишь, получается ты надеешься на то, что сделаешь один килл, а потом просто тебя будут загонять. Опять же, не оптимально. Скорее всего, нужно было играть вместе со своим тиммейтом, вдвоем просто на верхнем. Тогда, если бы Джи Ви делал первый килл, скорее всего, Оскар бы его забирал и оставался бы в ситуации один на один. Оскар, отличная подсадочка. Погибает Джи Ви на шестом вагоне. И снова шанс для команды Маус Спортс. Конечно, Криса Джей взорвали. Да, и не может выйти вверх-вниз. Это самое главное. Там два игрока, Робс вместе с Ловелом. Откидывается, кстати, не самый лучший смог Римза. Но опять же, можно еще постоять, можно подождать. Это размен в любом случае в пользу Маус Спортс. Атака один в один. И дальше есть куча времени, чтобы перетянуться и решить уже, куда атаковать. Робс вместе с Ловелом отправляется под точку Б. Половмейстер. Важная позиция. Ни в коем случае нельзя проигрывать перестрелку своему визави. Это Оскар, у которого хороший угол. И сейчас будет оп! Нет, не будет. Сори. 22 хп остается у Ловмейстера. Оскар вообще там, в принципе, соцел невредим. Я не знаю, как этот килл не произошел. Ни в одну, ни во вторую сторону. Деннис стоит пока что на зеленке, чекает мидл. Понимает, что команда Фнатик может поджать ту или иную позицию. Но его тиммейты уже действуют практически на точке Б. Пытаются индивидуально, я так понимаю, сыграть. Или все-таки ждут тиммейтов. Да, решили подождать, пока подойдут к ним игроки с бомбой. 40 секунд, минут, извините, секунд 10-15 еще потратят игроки атаки у нас в этой области. Поэтому нужно действовать. Пока что у нас один игрок команды Фнатик на закрытом пленте. Робс замечает оппонента. Летит коктейль Молотова. Робс начинает атаковать. Робс жмет, но Деннис отвечает и делает килл. При этом Ловл занял уже довольно неплохую позицию. Бомбу можно установить. Флюш начинает нашивать смог. Замечает плент. Нет, летит флешка. Флюш слепой. Флюш чекает по линиям. Бомба ставит это 3 на 3, друзья. Олф Мейстер уже спалил свою АВП. Пока что на тормозах действует команда Фнатик. На верхней пытается выйти еще один. Боец это Флюша. Но Оскар все это дело контролирует. Все, в принципе, по позициям неплохо. Но вот красный Деннис. Ловл тоже просел. И по Оскару, напоминаю, есть информация. Ловл за бензовозом. Его будут сейчас загонять. 7-2. Но опять же таки Деннис забирает Флюшу. Тут же размена от Кримза. 2-2 ситуация. Бомба тикает. Ель Дефуз и Кримс. 1-1 ситуация против Оскара. О нем есть инфа. Оскар пытается уйти просто. Он играет на время. И это сейчас принесет планы, наверное, команде Маус Спорс. Ну и Оскар. Нужен выход. Нужен выход. И килл. Против своего соперника. Да! Залетает без зума. И без шансов для Фредди. Из команды Фнатик. Это третий раунд для Маус Спорс. Неплохо. Они сейчас ломают немного экономику своих соперников. Хотя есть еще деньги у Джей Ви. Есть деньги у Ловмейстера. И они могут респонсировать своих тиммейтов на какие-то пистолеты. Наверное. Тут нужно. Нужно рисковать. Дабы команда Маус Спорс не ушла далеко по экономике. Но и Фнатики решили все-таки купить. ЦЗ Хау Флюша. У МПХ Денниса. Джи Ви играет с АВП. Крижей выходит довольно активно и уверенно. Просто стэком на центр. Как же везет Флюша. 20 хп. Выживает капитан команды Фнатик. Однако Ловл выходит через верх-низ. Разбирает Флюша. Разбирает Кримза. Олаф Мейстер. Штоп Афона делает килл. Деннис наказывает Олафа в ответ. Ну и как же уверенно немцы стали играть на открытом пленте. Фнатикам очень и очень тяжело. Но есть Деннис, который заходит как обычно в спину. Разбирает Ловла хедшотом. Джи Вишка на зеленке с АВП. Может быть заберет окна. И тогда у Фнатиков будет преимущество одного игрока. Ну видел у нас Джи Ви откуда летела граната. Соответственно есть кое-какая информация по сопернику. Не пропускают Денниса на зелень. Это уже очень интересно. Потому что Оскар находится в клатче. Это АВП команды Моу Спортс. Есть смок, есть две флешки. Есть в принципе неплохая позиция. И есть понимание где могут находиться игроки команды Фнатик. Джи Ви пытается опять же найти соперника. Простелить. Оскар уже поставил бомбу на пленте. Находится она у Денниса. Очень классная позиция. За смоком пока что Джи Ви. Нужен выход от Оскара. Нужна какая-то здравая инициатива. Оскар. Выход от него безумно. Забирает все-таки Джи Ви. Один на один ситуация против Денниса. Увидел. Все. Теперь все в руках этого Чеха. И он забирает Денниса. Как же круто. Два раунда подряд отыгрывает Оскар. Тащит свою команду. Четвертый раунд. Отличная работа с АВП. Великолепно. И это не только четвертый раунд. Это и возможность еще и для команды Моу Спортс взять пятый. Потому что Фнатики, напоминаю, в прошлом рисковали. Брали форс. Пытались сломать экономику команды Моу Спортс. Не получилось. В итоге сами остались без денег. Две тысячи долларов. Нет возможности, по-моему, даже купить там кое-какие пистолеты. Максимум это 5-7, P250 от Джи Ви Денниса. А Олаф, Флюша и Кримс вынуждены играть с Юспами. Без арморов, без гранатов, ничего. Разбазарили свою инициативу Фнатик. Но сейчас неплохо раунд отчитается. Джи Ви забирает Денниса. И Робс. Выход от него тут же. Улетает у нас Олаф Мейстер прямиком. В следующий раунд. Ловл на размене не будет никого. Об этом сочетает Робс. Два минуса. И уже максимум 4 может сделать в этом раунде молодой эстонский игрок. И, в принципе, Джи Ви здесь должен читаться. Это тот игрок, который постоянно действует на зелени. В принципе, может ее поджимать. Так что Крис Джей уже направляется тут в Тим Мейн. Очень аккуратная игра. Он делал килл, что вагона на центре. И была по нему информация. На золей стороне Джи Ви тоже действует довольно непрямолинейно. Он обошел просто через всю карту. Падает в комнату вверх-вниз. Начинает сжать по 250-м. И забирает ски Оскара. Ну, дэмэдж нанес. Забрал армор. Забрали калаш. АВП подобрали, правда. Игры команды Маус Спортс. Три раунда остается. Но напоминаю, что начало было 5 или 6-0 в пользу команды Фнатик. И вот уже 5 раундов у команды Маус Спортс. Что, в принципе, довольно неплохо. Нужно потихоньку подключаться к Римзу. Вот Джи Ви неплохо работает. Есть вот от него действия с ВП. Постоянная какая-то инициатива, которая помогает команде Фнатик. Но вот нет разменов. Защитие это самое главное. Крис Джей через мейн, как всегда, будет действовать. Залетает туда пока что флешка, которая не совсем удачная. Деннис в одиночку будет защищать Бэплент. А там уже готов через коннектор рываться с Рокси. И опять же такие, тут подсмоки выход от Крис Джей. Но это, возможно, даже будет мини-фейк какой-то. Кримз забирает Крис Джей. Уже 5 на 4 ситуация. Красным остается Фредди. Но самое главное, что есть килл. Робс, выход от него через верхний. Замечает соперника. Деннис ошибается. Это единственный опорник команды Фнатик, которому нельзя было погибать без размена. Джи Ви на зиге. Коктейль Молотова горит. Бомба устанавливается. Робс разваливает Джи Ви. Лоул откидывает смок под КТ-спаун. Кримз ничего не видит. Позиции шикарные у команды Маус Спорт. С Фнатиком, конечно же, уже не стоит делать никакого убивания. Плюш, правда, пошел погиб. Робс сделал минус. Олаф получил инфу. Но нужно уходить и Олафу, и Кримзу. Денег очень мало. Но при этом Деннис уже в спине ловит Олаф Мейстера в бане. И Кримз один против четверых красный. Но, по-моему, Кримзу тоже уже никуда не убежать. Начали чудить, на самом деле, ребята из команды Фнатик. И нельзя же сказать, что Маус Спорт делает что-то из ряда вон выходящего по тактикам. То есть у нас просто дефолтные распитки. То есть три смока летит на точку А. Выходы. Там Крис Джей через Мейн. Верхнист уже работает. Ну и, соответственно, в этом раунде Робс в очередной раз просто вышел с верхнего. Да, у него была уже одна перестрелка с Деннисом, которую он проигрывал уже в этой ситуации. Но вот в предыдущем раунде как раз-таки этот момент был ключевым. И Фнатик сейчас вновь с пистолетами. Есть арморы, есть кое-какие гранаты. Но нет уверенности, потому что они слишком много раундов проигрывают подряд. И нужно как-то сейчас разруливать. Крис Джей выход очередной очень быстрый. Готовы ли к этому ребята из команды Фнатик? Я с этим готов поспорить. Под окнами у нас уже есть игрок команды Маус Спорт. Флюша из-под тупиков пытается выловить. Оскар дал инфу. Он между стыдными вагонами заметил только что игрока защиты. Перемещается в мидл. Лоу-волл выходит через зеленку. Замечает оппонента. Флюша падает. И Оскар забывает просто про Флюшу, которого он сам видел. Остается Деннис вместе с Флюшей. Флюше нужно сейвить авик. Он, правда, остается дальше на центре. Пытается кого-то выловить. Деннис приходит с Тайцеваном. Пытается разрулить, но меняет свою точку. Ибо, наверное, не захотел в прямые перестрелки ввязываться. И не стал терять свой пистолет 5-7. Уходит к Флюше. А вот Флюша, кстати, ходит по линиям на пленте. И, ну что, сделает килл? Да, один килл делает. Правда, теперь уйти будет довольно тяжело. Но, видимо, деньги и так есть у команды Fnatic. Поэтому Флюша особо и не парится по поводу того, сейвить или нет. Деннис наказывает ловел, а Деннис остается 1-2 и погибает. 7-7, друзья. С таким успехом можно и проигрывать в сторону. Сейчас ребятам из команды Fnatic. Да, как ты сказал, деньги есть. Но, помимо денег, еще нужно попадать по соперникам. Нужно как-то пресекать их выходы на точку А. Причем очень быстро. И Крис Джей, постоянно выходы на хэл. Постоянно там агрессия через голубой, через зеленый ящик. Вернее, контейнер. Опять же таки, не работает у нас электрик. Как следует нет поджимов. Fnatic не контролирует абсолютно ничего. Нет пока что такое чувство нормальной коммуникации. Вот мы с тобой отвечали, что действительно очень круто начинает этот турнир. Но потом вот пошло-поехало. Полов вместе, работа через 33. Выход под мото. 53 хп у него остается, но кила не сделала. Это самое главное. Под флешку там идет выход обратно, наверное, на точку А. Ротации пока что нет. Джей Ви забирает Оскара. Неплохо. Есть уже начало. 5-4. Ну и два игрока. Это Деннис и Крис Джей, которые, наверное, будут производить ротацию. Хотя, возможно, попытается забрать снайпера вражеской команды. Джей Ви стоит до последнего. Вторая флешка летит. Крис Джей с АВП. Попытка выйти и убрать соперника. Джей Ви должен догадываться о том, что нет шансов здесь у него в перестрелке. При том, что он уже потерял позицию. 5-4 до сих пор еще. Минута до конца этого раунда. Деннис. Выход через Зелен. Джей Ви ни в коем случае нельзя выходить под стритфон. Здесь под флешку вырыв от Денниса и все. Очень хорошая граната. Но Джей Ви эффект уже прошел. Джей Ви начинает пушить с АВиком. Замечает бок Денниса. Тот стал стрелять первым, но не сумел хэдшот попасть в их Джи Ви. Разобрал соперника. И Мауза в меньшинстве ринулись в направлении Б-Плента. Но тут и Деннис, и Олаф Мейстер. Один авик и М-ЧК. Ой-ой-ой, на нижнем только что могли заметить Крис Аджей. Но тот спрятался за текстуру. В итоге не дал себя обезвредить. Выход через нижний. Но опять-таки фнатики все это прекрасно слышат. Деннис уже дал информацию. Уходит назад. Зажим со всех сторон. Олаф убивает Ловула. И остается последний Крис Джей против четверых. Это нож, друзья. Это нож. Я уже думал, что он отлетит, если честно. Там должен был Крис Джей забирать соперника. Но все же залетел у нас нож. И это такая точка этой половины. Первая карта, ребята, этого турнира. Замечательного. ЕС Эль Ван Кёльн, 2017. С вами студия Рухаб, Сеня, Иен Канис. И команды Фнатик против Моу Спортс. Фнатик, конечно, имели все шансы, чтобы с разгромным счетом закончить половину. Но сейчас они должны будут тащить в атаке. Кстати, напоминаю, что у нас параллельно идет еще трансляция с этого же турнира на Б-канале. Он в любом случае в топе в русскоязычном сегменте твича. Поэтому можете переключаться между стримами. Можете мультитвич запустить. И смотреть. Смотреть, как происходит событие. Вот мне Фнатики довольно уверены, хладнокровны, но могли выиграть с куда более разгромным счетом. Потеряли инициативу в какой-то момент. Ну и Моуза набрали очень много раундов. Да, сами должны шведы понимать о том, что они отдали. Да, у них была замечательная позиция. 5 или 6-0. Преимущества ужасающие. Но Моуза смогли подстроиться. Вот после таймаута. Действительно, выходы на точку А, которые не могли пресекать в каждом раунде ребята из команды Фнатик. Вот она работа. Вот они хаешки, которые летели неплохо. Трехочковая под Крис Джея. Ну и клачи от Оскара. Он пока что лучший игрок этого матча. Пока что MVP. Да, Оскар очень грамотно отыгрывал и попадал с АВП. Но тут, как обычно, минутка-две перерыв. И, в принципе, все команды. Ламач уже пятюню там отбивает. Подбадривает свой коллектив. Пистолетный раунд и первый бай. И в исполнении команды Моуз Спортс могут поставить точку в этом противостоянии. Потому что они будут играть сейчас за КТ. За сильную сторону. И, в принципе, у них все под контролем. Вот, кстати, арена, в которой будут проходить финальные игры. Да, Лансис Арена. Очень много там мероприятий проходит. Не только киберспортивных, скажем так. А это мы, ребята. Здравствуйте еще раз. Что еще стоит сказать и об этом турнире, и об этой игре? У Фнатик 4.5 по трейнам на лане. То есть это не самая лучшая статистика, согласись. Да, когда-то сильнейшая карта превратилась в средненькую. Да, в средненькую. Ну и Моуз Спортс тоже, в принципе, чувствует свою силу. Ребята в хорошем настроении. А мышки набирают. Очень уверенно они прошли на мажор. Да, они уже 3-0, хотя у них некоторые проблемы были с командой Пента. Там был у нас Кобблстон, если не ошибаюсь, какие-то невероятные там камбэки. Но все-таки Моуз Спортс дожали и смогли выйти на счет 3-0. И вместе с G2. Вот это как раз-таки две команды, которые уверенно прошли на мажор. Остальные имели все-таки некоторые шероховатости. Хотя вот опять же таки это не касается команды Flipside, которая все-таки смогла пройти. Меня вчера просто спрашивали, какой твой любимый матч был на квалификации к PGL Кракове. Я сказал, что Flipside против Liquid, потому что эта игра была на грани добра и зла просто. И за гранью, наверное, здравого смысла, потому что слишком много было таких моментов интересных, скажем так. Но все-таки ребята смогли пройти. Это что-то невероятное было. Кстати, команда Liquid будет на этом турнире. И они будут играть против Fnatic совсем скоро. Так что, ребята, просто знайте, просто заходите к нам на трансляцию, чекайте также второй канал. А вот по поводу Liquid, вот есть Twists, который после квалификации сказал, что я не люблю плакать. То есть команда действительно в расстроенных чувствах, потому что топ-1, наверное, цель, это был выход на мажор. А потом уже Кёль, потом уже другие чемпионаты. Конечно. Все хотели бы побывать на мажоре. Это все-таки, несмотря на другие турниры, самые статусные, самые титулованные, самые вообще, опять же, узнаем, у Зевса в Твиттере, по-моему, до сих пор висит в закрепе там. Я не забью на Counter-Strike. Пока не в мажор уже года два висит. Он так и не снимает. Самое главное, что есть цель. Ребята, кстати, вот только что у нас был хэштег. ESL One, пишите нам в Твиттере, мы будем эти все сообщения самые интересные, вернее, выводить. Самые адекватные и самые крутые. Ну что ж, у нас начинается второй пистолетный раунд. Фнатик против Маус Спортс. Это поджим зелени. Три игрока. Крис Жей пытается прочекать инфу. Никого здесь нет. Тем временем Фнатики уже вышли на открытый плент. Робс понимает, что эта бомба устанавливается. Позиции ужасные сейчас у команды Маус Спортс. Нужно как-то через зеленку пытаться выбить. Тем временем Флюша занял старую вышку. Новая вышка занята. Деннис обходит через спину. Замечает одного, второго, третьего. Денниса наказывает. Ловл хэдшотит. Крис Жей убьет ли окна. Флюша очень красный. 21 хп. Флюша пытается жить. Крис Жей наконец-таки аимет. Но при этом Джи Ви из-под новой вышки делает тоже хэдшот. Робс приходит на помощь из Зига. Забирает Джи Ви. Ситуация 2 на 2. Есть ли дифузы? Нет. Дифузов нету. Нужно уже садиться дефить. Не успели, да? Они уже не успевают на самом деле. Тут Лукмейстер даже если не убивает, то там уже все пропало. Хотя подожди. Вот скоро были дифузы. Нашел их. И один на один ситуация. Все-таки неважно. Команда Маус Спортс выигрывает этот раунд и здесь Маус Спортс полностью не угадывает. Их обставили на самом деле. Этот поджим зелени он поставил просто под нож. Пистолетный раунд команды Маус Спортс. Потому что был очень быстрый выход на точку А, установка бомбы. Был выход также на точку Б и соответственно инфа от команды Фнатик. Но там, кстати, Денис ошибся. Он был в тупиках. У него была классная позиция. Но пистолетный король команды Фнатик здесь промахнулся. Ну потому что не по 2000 не юсп. Он король обычно за КТ, а вот за террористов в принципе стреляет, ну как хороший проигрок. Но ничего особенного. Ну с другой стороны ГЛОК есть ГЛОК. Хотя вот я недавно смотрел один патруль, правда. Так там чувак очень жестко раздал с ГЛОК. Денис с UMP-шкой выходит на центр, разбирает Оскара. Ситуация 4 в 5. У Денис 1 хп. И преимущество у шведов, но не самое существенное. Да, JV. Выход. Ну никого нет на закрытом. Тут не угадали. Все, вновь не угадывают. Второй раунд у нас должен заходить в пользу команды Фнатик. Простите, пистолетным, конечно же, выигрывали у нас именно шведы. Говорился про Маус Спортс. Ну и 4 в 5. Ребята должны сейвить, наверное, это скаут. Это не дефолтные пистолеты, а арморы, которые, возможно, помогут этой команде уже в следующем раунде. В 18-м по счету это выход от Фнатик на счет 10-7. Все неплохо. Все, я бы даже сказал, шоколадно сейчас для шведов. Есть 2 UMP-шки, 3 калаша. И эти девайсы не стоит терять. Ни в коем случае нельзя охотиться на команду Маус Спортс, которая вышла просто на зелени и будет сидеть до последнего на этой точке. Крижей со скала. Там чекает мидл. Там есть у нас, кстати, игроки команды Фнатик. Но не факт, что они будут пытаться все-таки выходить здесь прямые пересвелки, потому что все-таки скаут в руках Криса Джей, это всегда очень-очень опасно. Бомба взорвалась. Еще один раунд для команды Фнатик. Дополнительные денежки они выигрывают за то, что взорвали бомбу. Соответственно, экономика у них все лучше и лучше. Ну а мышки попытаются сейчас снова реализовать свои P250, Цезехи, первые арморы и скаут от Криса Джей. Ну только Оскар полностью сливает, как мы это видели в первой половине. На АВП. Чеху оно действительно может помочь. В атаке, конечно, были классные клатч-моменты от Штясны. Ну и, соответственно, это, возможно, быстрый выход команды Фнатик на точку А. Раскидка пошла. Джей Ви, первый на острие атаки. Нет, все-таки решили ребята остановиться. Возможно, подождать какую-то агрессию. Интересно, где работает у нас скаут, а именно Крис Джей. Это тупики. И просматривание выхода через верхний. Сфлюша тем временем стягивает на себя внимание соперника через коннектор под точкой Б. Деннис, выход под флешку через смок. Только за плентом уже находится Эдман, выход в ухо, Робсу тут же убивает Деннис на размене. И Олаф не самый лучший спрей. Все-таки добирает последнего на этой точке Денниса Кримс. Ловел неплохо расконтролит сейчас победу 150-й. Олаф, мейстер и Флюша пали смертью храбрых. Ситуация уже 2-3. Кримс получается скаута. Крис Джей попал, да. Отличная работа. Действительно, шанс у команды Маутпорт появляется. Дживи на заднем пленте убивает Оскара в зиге. Остается Ловел вместе с Крисом Джей. По Ловелу есть ли информация? Да, по-моему, Дживи догадывается. Чекает дефолт. Ловел. Хороший хэдшот. Погибает. Ну и Крис Джей один со скаутом против двоих. И опять-таки он делал выстрелы. Его слышали. Ну и рискует Крис Джей. Идет просто-напросто в этот смок. А команда Фнатик, видимо, догадывается, что подобное возможно. Фейкует еще из бомбы. Забирает Крис Аджей. Отличная работа. Но близки были. Только что Маутпорт провели в любом случае неплохой форс раунд. И теперь как раз-таки возможно многое решится. Да, там мышка потяжелела. У нас немного у Олаф Мейстера. Действительно, на килограмм так 10. Потому что спрей был не самый лучший. Олаф из-за таких моментов, конечно же, расстраивается. Но сейчас не время. Сейчас нужно действительно тащить. Нужно выходить на более жесткое преимущество по атаке. Есть оно, конечно же, по экономике и по очкам. Но Маутпорт смогут возвращаться в этом раунде. АВП от Оскара. Есть эмки от Дениса Ловула. Также Робса. И Фамас от Крис Джей. Полный набор гранат. Но опять же-таки, если Фнатик будет атаковать медленно, то могут и не досчитаться в каких-то банах Маутпортс. Кримс уже готов выходить через зелень. Кримс, опять же, возможно, будет встречка с Крис Джей. У Кримса есть поддержка от Олаф Мейстера. Денис через тупики. Тут все хорошо для команды Фнатик. Но тайминги могут быть не сильно хорошие. Олаф Мейстер на размене. Также не забирая Дениса. Все-таки есть информация по Джей Ви и его АВП. Но нужно уже выходить. Уже спалилось. Ловел за трансформатором. Играет с М-очкой. Денис тем временем решил поменять место расположения. Уходит назад на душевые. А Флюша ловит тайминг на Б-плейнте. Робс просел 8 хп. Флюша занял куда более выгодную позицию. Играя теперь через открытую местность. Робсу нужно что-то предпринимать. Он решил просто спрятаться в смоках. И Флюша, по-моему, догадался. Да, сказал Денису. Денис прошил. Робс погибает. Коктейль Молотова отличный подзиг. Ситуация 3 на 3. Бомба. Правда, далеко, кстати. И бомбу сейчас могут там перекрыть. Вот она в коридорах. Ловел. Немножко ошибается. Джи Ви выходит все-таки через нижний. Чекает собаку. Там у нас Денис. Видно тень. Джи Ви откидывает коктейль Молотова. Соответственно, Денису нужно будет перебегать. Денис уходит на... Ах! Денис делает килл. Тут можно еще дальше действовать. 25 секунд. Конечно, немного времени осталось у последнего игрока команды Фнатик. Перетяжка идет наверх-низ. И, наверное, попытка выхода на точку. Но времени-то совсем мало. Там уже Маус Спортс должны догадываться. Будет подсадка на сити-коннекторе. Ну и, соответственно, Ловел будет забирать Джи Ви, если тот пойдет на плент. Уже слишком мало времени. Не стоит, наверное. Ну, опять же, это слишком легкий минус для Ловела. Испанец забирает последнего оппонента. Это восьмой раунд для команды Маус Спортс. Первый в защите. Отлично. Слишком много хаоса было на Б. Слишком долго перетягивалась бомба. Ну, пытались разыграть как-то, ребята, эту ситуацию. Но вот с бомбой действительно произошел фейл. Могли бы раньше установить и затащить раунд. Ну что ж, Фнатики снова рискуют. Сезехи, Калаши. Если Маус Спортс берет сейчас раунд, оставляют счеты в безэкономике. И тогда можно выходить плюс-минус на ничейный результат. На временную ничью. Там 11-11. Сезем и Тек-9. Два пистолета от Живи и Флюша. У остальных АК-47. Дэннис, Олофмейсер, Кримс. И неужели это еще одна попытка выхода на точку Б? Робс пока что действует на собаке. У него, если что, будет поддержка от шестого номера. Это Оскар, который уже готов перетягиваться и действовать с ВП. Ну, Фнатикам, конечно, нужно попасть абсолютно всеми гранатами, чтобы нормально выйти, чтобы выйти без особого размена и поставить бомбу. И потом уже занять хорошие позиции. Готовы раскидывать у нас ребята из команды Фнатик закрытый плент. Летит флешка, летит смок. Оскар ослевает Олофмейсер. Хороший коктейль Молотова на нижний. В итоге никак через низ теперь не выйти. Если верхний пойдет, скорее всего погибнет. Но получил, судя по всему, эту информацию игрок команды Фнатик. Вот сейчас начинают действовать шведы. Но, опять же, по таймингам они все напросто проиграли. Отличный спрей от Робса. Делает два минуса. Через верх выходит ЖВ, но погибает моментально. Роб, что ты творишь? 50 кп остается. Флюш наконец-таки наказывает оппонента. Но при этом Деннис уже на чеку. И это 10-й раунд. Нет, 9-й, да? 9-й раунд для команды МаусПост. Но, я думаю, 10-й не за горами. Потому что 2-3 тысячи у шведов. И это максимум P250. И то не у всех. Возможно, стоило бы воспользоваться тактической паузой. Сейчас в команде Фнатик, вернее, МаусПост-то как бы все хорошо. Два ВП, которые работают. Крис Джей на точке. А Оскар, если что, тоже на перетяжке через коннектор, тоже демонстрирует свою пластичность. Ну и на это нужно тоже обращать внимание шведам, которые сейчас с пистолетами попытаются выйти на точку А, поставить бомбу. Скорее всего, Кримс пытается зарандомить через смок с Адигла. Там уже Ловл на голубом. Готов принимать соперника. Деннис убивает Флюш. А Деннис дальше. Неплохо против Лохмейстера. Также уходит от еще одного агрессора. Тут неплохо все для команды МаусПост. И, ребята, мы не знаем, смог ли Кримс сейчас убить Ловла или нет. Это основная, опять же, такая цель. Ну, в любом случае, вы можете писать, смог или не смог. Мы узнаем буквально через несколько минут. Ну а тот, кто напишет правильный ответ, потом через сайт Random Work получит от меня шоколадочку, друзья. Деннис, тем временем, уже оцелевает зеленку. Я так понимаю, это уже следующий раунд через Клинфитнер. А, нет, это тот же момент в повторе. И я так понимаю, что и у нас, и в чёрне тоже все повисло. Ну что ж, такое бывает, ребята. Это первый день, это первая игра. И, соответственно, по камерам игроков уже видно, что это техническая пауза. То есть у нас есть время поговорить. У нас есть время еще раз с вами поздороваться. Ребята, с вами Арсений, Синий Триноженко, НКанис. Это Саша, это Полищук. И мы, ребята, в ожидании того, будет ли команда Fnatic просыпаться в рамках этого трейна. Потому что они выигрывали, скажем так, 5-0. Была уверенность, было все отлично просто у шведов. Но потом просто сыпались один за другими. И сейчас мы видим, что огромные проблемы есть. Но вот сейчас во время паузы, возможно, поговорят. Хотя, опять же таки, возможно, по регламенту этого нельзя делать, этого турнира. Ну вот. Ну тут, видимо, игроки уже никого не слушают. Просто встали. Хотя, действительно, насколько я помню, в рамках ESL по техническим любым перерывам нужно сидеть за компьютерами и не использовать их как элемент общения. Но все равно стоят. Хотя вот рефери уже подошел. И, может быть, сейчас начнет их разгонять. Эту всю контору. Ну, главное, чтобы записались логи. Потому что сейчас вот в последнее время вот такие вот краши случаются. На Адреналине мы с тобой видели. Была куча крашей. Причем там какая-то вообще загадка была. Прям почему они случились. И вот тут, возможно, что... Расследование еще ведется, да. По поводу вот пинспика, там записи, там, то, что говорят игроки, кстати, и по поводу тренера, его роли. Вот на квалификациях были интересные моменты, когда вот игроки команды Immortals в Твиттере писали о том, что админ поставил паузу из-за того, что вот игроки Immortals слишком эмоционально реагировали на взятые раунды, кричали. То есть это официальная версия от игроков. Но на самом деле вот и наши зрители, возможно, где-то читали на Reddit и, возможно, просто вот видели такую информацию, то, что была еще одна версия, то, что во время криков тренер еще как-то подсказывал что-то. То есть... Не, ну такая сторона, да? Он же замучен в тимспике. Ну, а некоторые вот стороны пишут, что вот тренер пытался как-то помочь, подсказать во время криков, из-за этого вот админы останавливали матч и говорили, что вот вообще не общайтесь, пожалуйста, не кричите из-за того, что вот мы не слышим, что вам там говорит тренер. Странно, но, я так понимаю, вот тогда они замутили или что? Да, да, то есть есть вот такие интересные моменты. То есть всегда есть сторона игроков, которые сидят, которые играют, которые хотят пройти на мейджор. А есть еще как бы другие моменты, которые могут еще осветить нам организаторы некоторых турниров, ну и Ланцес Арендок. Действительно классный веню в Кёльне, ребята. До конца недели будет этот замечательный турнир идти. 16 команд, 21 страна представлена вот на этом чемпионате. 250 тысяч долларов, правда, вот я смотрел, еще нет распределения призового фонда. Да, на Хелтв не было. Ну, я думаю, 150, наверное, тысяч. В прошлом году был миллион, потому что Исальван Кёльн был в статусе мейджора. И я напоминаю, ребята, то, что Симпл был в финале этого мейджора против команды СК. В стане команды Ликвид, и они там 0-2 просто в хлам проиграли 16-7, 16-7, если не ошибаюсь. Но вот остается фактом, что сейчас Симпл будет в команде Нави тоже пытаться дойти до финала этого турнира. И СК будут защищаться. У нас в целом очень много классных команд, которые приехали. Вот для меня, конечно же, это Андердоги, это Тайлу, это Space Soldiers, которые тоже могут в рамках Швейцарки какие-то интересные моменты показать и, возможно, какие-то карты отжать. Потому что всегда швейцарская система, она способствует именно Андердогам, командам, которые победили. Да, да, как бы там ни было, все равно одна карта, это всегда рендом, это не best of three. И действительно, пускай тут ты, чтобы вылететь с турнира, должен проиграть три матча, но все равно на одной карте. А на одной карте бывает у нас все, что угодно. Ну, таблица у нас пока что не заполнена, потому что никаких первых результатов еще нет. Хотя параллельный матч еще идет, возможно, там у нас уже известно, кто победил. Но список команд, друзья. У нас есть НИПы, вот как ты думаешь, НИПы вообще. Они еще приглашенная команда на этом турнире, хотя с их результатами вскоре, возможно, этих ребят никто никуда уже не пригласит. Хотя, с другой стороны, наверное, это первый LAN-опыт для того же нового состава. Да, с резом это первый LAN-опыт. И вот действительно очень много кто говорит об этом составе. Ребята, вот вы тоже можете в чате писать, сможет ли команда НИП сегодня выиграть. Они, кстати, встречаются с Cloud9, с командой, которая тоже достаточно уверенно прошла на мейджор. Счет 3-1, проиграли только G2, если не ошибаюсь. Да, вроде как G2, это был кэш. Ну и, соответственно, НИП, это тоже один из главных вопросов этого турнира. Это Na'Vi, которые чувствовали лихорадку такую. На Na'Vi непонятно. И еще известно то, что недавно была свадьба у Гардена. Мы еще раз поздравляем Словака, что действительно это главное событие. Одно из главных у мужчины. Бракосочетание. Действительно, это было очень красиво. Видели твиттер, выкладывали фотографии. И тут вопрос, как готовились к этому турниру и к мейджору. Потому что сейчас в Кёльн были мероприятия, на которых присутствовала вся команда. И два турнира подряд, очень важных турнира. Это ESL One Köln и PGL Krakow. И при этом команда постоянно в разъездах. Это тоже может где-то забирать какие-то силы. Конечно. Конечно. В любом случае они непонятно, как готовились, как тренировались. Потому что в любом случае эти перелеты на свадьбу. Это день туда, день назад. Погулять. Это идти от похмелья. Поэтому в любом случае тяжело, а события не рядовые. С одной стороны свадьба важна и поддержать товарищей, тиммейта. С другой стороны турнир важный, мажор. Но мы понимаем, на самом деле, что от этих результатов зависит по большому счету судьба этого состава. Потому что провал здесь и провал, например, на мажоре, это скорее всего уже какие-то решафлы. Тем более уже не один источник и в Твиттере, и везде об этом говорит. Великий СНГ-решафл. Об этом говорят очень многие. И не только зрители, не только общественность, но и медийные личности об этом тоже писали. Но это интересно. Это интересно, будет ли какой-то обновленный состав, будет ли он четко. СНГ-состав, это тоже интересно. Например, если брать в расчет только команду Na'Vi. Потому что Na'Vi могут себе позволить, в принципе, в определенном случае, в определенных условиях взять англоязычный, например, состав тоже. Потому что есть ребята, которые неплохо знают английский язык. Но опять же таки, мы-то не знаем, на каких фондах, на каких игроках будет строиться этот состав. Тоже интересно. Потому что у нас всегда так получается, что если идет какой-то состав на изменения, то изменения строятся вокруг одного-двух игроков. Так часто случается у нас. И это тоже касается команды NIP тоже. Тут есть костяк, который меняется очень долго. Кого-то оставят, кого-то уберут. Вряд ли выгонят абсолютно все. По поводу еще Na'Vi общался вчера с Энди. Говорил, что чувствуется атмосфера и масштабность турнира ESL1K. То есть я думаю, что всю эту атмосферу и масштабность мы прочувствуем как раз таки во время плей-офф. Но уже говорит, что это что-то нереальное. Организация на высшем уровне, и ребята подготовились очень круто. А почему? В принципе, этому есть ряд причин. Потому что забрали мейджор. Тоже ребята хотят показать, что мы все-таки в игре остаемся. Мы хотим провести классный турнир, чтобы команды были готовы. Чтобы были не только хорошие призовые, но и условия. Потому что было очень много слов о столах на квалификации к мейджору. И то, что PGL должны подумать о том, чтобы столы были больше. Но там, кстати, если я не ошибаюсь, два все-таки разбили во время квалификации. Меняли столы. Не, ну на самом деле столы непонятно. Если об этом не подумали, об этом еще в мое время часто писали, задумывались. И мало места, и не очень хрупкие конструкции. Должен быть большой. Если я не ошибаюсь, твист поломал стол, когда команда Годсанд не выиграла все-таки Immortals. Хотя имела ужасающие, ребята, преимущества на карте Коблстоун. Там была даже гифка, и она до сих пор есть на Reddit, когда он нереально просто лупил по столу. Ну и на мейджоре, я думаю, ребята, будет то же самое. Там есть все-таки Лофмейстер уже. Уже команда Фнатик будет там участвовать. Мы помним то, как он тоже ломал стол на одном из турниров где-то год назад. Ну, я думаю, мейдеры уже подготовятся, сделают какие-то дубовые столы, которые нельзя будет просто так разломать. Ну, опять-таки, у нас есть... Ну, правда, Бондик не участвует на мажоре, потому что не прошел с Hellraiser. Но у него просто такая специфическая посадка. У Zev's у того же очень специфическая посадка, и нужно много места. Ну, там, по-моему, метр и шесть или по два метра должен быть такой хороший геймерский стол, насколько я помню. Тем временем, технический тайм-аут. Вот все сидят за своими компьютерами. Не знаю, можно ли общаться вот сейчас, потому что раньше точно нельзя было говорить. Наушники Крижей снял. Ждем, ждем, пока прогрузят лог. Но я так понимаю, что если такая большая задержка, может быть, там тоже и бот слетел, и нет, что ли... Ну, нельзя будет растартануть сервер с той точки, на которой игра закончилась. Кстати, вот интересное такое вот... Ну, тот раунд точно нельзя будет вернуть? То есть, по сути... Я думаю, что его не будут переигрывать, потому что, опять же, большинство турниров используют, вот исповедуют такие правила, то, что если большинство уже команды умерло, если первый выстрел был сделан, первый килл, то раунд не переигрывает. Да, но ты при этом не можешь прогрузить, понимаешь? Ну, да, это вопрос. Тут самое главное, чтобы не было моделирования ситуации. Да, это самое главное, потому что... Нет, это на самом деле еще куда не шло, если вот сейчас сразу принять решение и смоделировать эту ситуацию. Потому что очень часто бывает, вот, опять же, админы там 30 минут, 40 минут пытаются найти этот лог, куда-то там звонят, где-то там кому-то пишут имейлы. И в итоге такие, ну, извините, у нас заглючила программа в очередной раз, там, и давайте моделировать ситуацию. И все это, в итоге, спустя 45 минут. Кстати, интересная информация. Оскар, даже помимо своих клатчей, имел 42 АДР на первой половине. То есть, это очень мало среднего урона за раунд. При том, что он действительно вот два раунда команде Моуспорс просто вынес сам в ситуациях 1-2. Ну, это говорит о чем? В общем, что он в каких-то действительно раундах отличался, а в основном не делал даже одного килла за раунд. То есть, просто ключевые раунды взял и, соответственно, по ним, собственно, и выстрелось. Вот тоже строка у нас идет. Вот с момента того, когда были проблемы у Олаф Мейстера с рукой, у него ухудшился показатель на 9% вообще перформанса на турнирах. Это тоже интересно. У нас были, помню, год назад некоторые проблемы и у него, и у Гардиана хотя бы. Да, в одно время. Гардиан в недавнем интервью на Adrenaline Cup сказал о том, что вот уже все давно он порешал. То есть, все уже хорошо. Уже, наверное, какие-то другие проблемы могут быть, если они вообще есть. Хотя в последнее время хоть и не стабили. Я думаю, рука — это какое-то стечение обстоятельств, на самом деле. И, честно, потом это действительно решить можно в плане физического аспекта. С другой стороны, вот, кстати, 11-9 в окне у нас видно, что это тот раунд, который они будут все-таки переигрывать. Ну, потому что следующего раунда нет из-за того, что повисло оно все буквально в самом конце. Да, поэтому мы так и не знаем, кто кого убил. Там никто никого не убил, друзья, поэтому вы не получите от меня шоколадку. Правильный ответ — никто никого не убил. Да, ну очко уходит в зрительный зал, на самом деле. Ну что ж, ждем, пока команды возобновляют эту встречу. Есть у нас также информация о том, что там Фейс обыгрывает пока что своих соперников из героев. Это тоже примечательно, но никто не сомневался. Ребята, пять турниров подряд, где участвовали и Фейс, они доходили до финалов. Пять турниров. Не все они, конечно, финалы эти выигрывали. Но это уже факт. Состоявшийся и то, что команда играет действительно круто, это тоже очень важно. Ну и есть возможность посмотреть на Кримза. На то, да, все, у нас, ребята, возобновляется встреча, все хорошо. Это Фнатик, это Моуспортс 11.9, ну и до сих пор еще переписывается. Ага, да. Прилетает Смок, но это... Должны использовать все гранаты и это, да, должны смоделировать ситуацию. Ну, хорошо, хоть есть, опять-таки, лог 11.9. Сейчас они это быстренько все решат. И вот этот ранг. Кстати, там Кримз убил все-таки, да, из декла только что. Но, возможно, ну, не знаю. Have guys, have fun. Да. Начинается игра. Ладно, чтобы было весело. Я надеюсь, что вам, ребята, тоже с нами весело. С вами Руха, Псения Нканис и первая встреча Фнатик против Моуспортс. И мы надеемся, что не будет больше технических проблем. 22 раунд, Моуспортс закупается, все круто. Два ВП Оскара и Крис Джей опять калашает Фнатик. Ну и нужно как-то показывать классную тактику, потому что пока были просто вот выходы по одному. Это был такой FPL-стайл. Оскар пока что на центре, смотрит мид. Тем временем Деннис прячется за стеной, ждет врыва под флешку. Возможно, Крис Джей сейчас будет нашивать эту же позицию. Террористы готовят какую-то подсадочку на зеленке. Прячется тоже от гранат. Ну и зажим А со всех сторон. Три зеленка, один мидл, один верх-низ. Пока что, ну, возможно, такая тактика нас ждет. Хотя, с другой стороны, еще можно перетянуться с зелени и выйти, например, на закрытый план. Но в закрытый уже пытались Фнатики атаковать, не получалось. Так, откидывается молотов Деннис. Занимает все-таки агрессивную позицию. Возможно, будет выход под флешку. Тут нужно прощать этот угол. Но Крис Джей забирает Крис, Крымза и нет размена. Что самое главное, потому что слепые были оба игрока команды Фнатик, которые пытались выйти через эту точку. Деннис также отлетает от ловела. Отличное действие от испанца. Олов Мейстер до сих пор еще не появился на зелени. Там ошибка может быть от Крис Джей. Нет, все-таки он пропускает своего оппонента. И Крис Джей тут же на размена. 4 в 2 ситуация. Двойное преимущество по живой силе сейчас у команды Мау Спортс. Джей Ви и Флюша. Попытка выйти с двух сторон. Но, опять же-таки, все под контролем команды Мау Спортс. Все очень круто. Они должны выходить на временную ничью. Джей Ви и Флюшка. Джей Ви между шестыми. Смотрит окна. Там у нас Крис Джей. Крис Джей погибает. Джей Ви подбирает АВП. Будет играть теперь со снайперской винтовкой. На самом деле, непонятное решение. Но, возможно, какой-то фактор неожиданности. Потому что Мауза наверняка не ждут сейчас увидеть против себя снайпера. Флюша тем временем проверяет аккуратно плент. Идет на задний. Там у нас есть возле Зига ловел. Робс, кстати, перекрывает эту позицию. У Флюша были видны ноги. Поэтому у Флюша шансов никаких. Шесть секунд до конца. Джей Ви ловит Робса и уходит на сейв. Но пока что мы с тобой начинали, говорили, что Фнатики как-то поменяли. Знаешь, а теперь все на круги своя возвращается. Опять вот эти вылазки какие-то. Попытки там сыграть чисто на скиле. Один выходит миддл, три выходит зеленка. В этот момент один спускается вверх-вниз. Ну, то есть типичные Фнатики, с которыми Мауз Спортс справляется. Потому что просто уверенно работают на своих позициях. Да, вот о позициях я хотел сказать. Главное то, что выбирают. Сидят очень круто, прикрывают спины друг друга. И, конечно, пока без шансов для команды Фнатик. Нужно сейчас помочь Джей Ви. Есть теки от Флюши, Денниса, Кримза, Олафмейстера. Выход на точку Б. Джей Ви отлетает от Оскара. Тот просто в статичной позиции встречает своего противника. Ну и Флюша сейчас, конечно, попытается дальше играть с этим АВП. Но дело в том, что потеряли ударника. Потеряли игрока, который действительно чувствует игру. Вот Джей Ви убивает, команда не поддерживает. Теннис готов уже выходить через Ти Мейн. Ловел направляется на девятку. Тут, опять же, позиции очень крутые. И самое интересное то, что выбираются дальние дистанции. То есть как раз-таки те положения, в которых Мауз Спортс всегда будут лучше смотреться, чем их противники, которые действуют в большинстве своем с пистолетами. Флюша. Нужен килл с АВП. Кримз пока что действует на собаке. У него будет поддержка от Оскара, который просматривает выход на верхнюю волну. Минута до конца этого раунда. Есть два смока, которыми нужно воспользоваться Деннису и Олаф Мейстеру. Роб чекает нижний. Как раз-таки сюда пойдут снатики. Смок совсем скоро полетит. Через верхний пойдет у нас Деннис. Готов откидывать тоже гранату. Эту позицию просматривает Оскар. Ну и смок полетел. Как-то и молотова в ответ. Роб должен здесь просто со всеми справляться. Роб нет, погибает. Оскар приходит на помощь и забирает Денниса. Оскар остается там же на верхнем. Ловел минус Олаф Мейстер. Тем временем Кримзу удалось реализовать снайперскую винтовку. 30 секунд и что? Снова идет, наверное, на сейв. Шансов немного. Стоило бы уже уходить и потом дарить это АВП своему тиммейту. Кримз все-таки убивает Денниса, хотя у того была хорошая позиция. Он первый заметил противника. 58 хп осталось у Фредди. Ну и попытка выйти на точку А. Крис Джей не выпускает оппонента, который пытался выйти через верх-низ. Команда Моуспортс выходит вперед. 12-11, друзья. Мышки. Мышки впервые, по-моему, в этой игре вышли вперед, потому что первой половине дошли до счета 7-7. И потом Фнатики взяли последний раунд 8-7. И вот теперь впервые 12-11 немцы на коне. Ну, немецкая организация. 5-й К-47-х. Два АВП Оскар Крис Джей. Один открытый, один закрытый. Тем временем Фнатики, собственно-таки, не ставят тайм-аут. Они пытаются во время игры что-либо изменить. Ну, посмотрим, что придумают на этот раз. Оскар пытался действовать через тройку. Получил под себя Молотов тут же ротация на точку B. Вместе с Робсом у них очень хорошая связка, которая срабатывала. Каждый раз, когда Фнатик пытались выйти на точку B. Крис Джей пока что через вагон. Действие на точке A. Деннис пропрыжка на зелени. Пока что без первого контакта. Напоминаю, что до сих пор два АВП у Кабады Моуспортс по своим позициям. Также уклон сейчас в этом раунде идет на мейн. Туда по тэшку врывается у нас Ловл. Тоже съел эту тэшку. Слепущая просто, как караты Ловл, все-таки забирает JV. Есть преимущество команды Моуспортс. И дальше, наверное, не стоит идти. То есть просто оставить одного игрока в мейне. Потом уже действовать по зелени и другим позициям. Крис Джей чекает вверх-низ, чекает мидл. Там у нас по-прежнему Ловл. Смотреть мид нет никакого смысла. Через зеленку решили пойти Фнатике. В позапрошлом раунде у них ничего здесь не получилось. Но тогда довольно активно действовали немцы. Выходили под АВП, чекали. В этот раз они зелень отпустили. И именно этой точкой пользуются Фнатики. Но при этом Крис Джей и Оскар с АВП все-таки прочекали. Один из бани, один через линии. Забрали двоих на зеленке. Флюша пытается выйти через верх-низ. Возможно, снова словит для себя какой-то благоприятный тайминг. Заходит спиннант Крису Джей. Крису нужно жить. Крис Джей непонятно, зачем выходит стреляться. Погибает, но все-таки Ловл был на чеку. Прикрывает эту же позицию. И последним погибает Кримс. 13-11. Бомба не стояла. И снова нет денег. Хотя Галилы, возможно, купят Фнатики. Слишком много проиграли подряд у нас шведы. Флюша прожимает паузу. И сейчас нужно обсудить. Ну, это действительно тир для команды Моу Спортс. Тир, в котором Фнатики просто цели. И они могут играть просто где-то там эпизодично на разменах. Дальше что? Дальше ничего нет. Дальше только тотальная доминация команды Моу Спортс. Уже два очка преимущества. Ну, все идут ровненько. Оскар тоже вот действительно. 13 на 7. Но насколько много он сделал полезной работы для своей команды? Это тот самый случай, когда статистика не говорит ни о чем. Ну, тут статистика действительно пока что очень неплохая. У GV индивидуальная. При этом у Лоу Велла 21. Ну, вот мы видим, что у команды Моу Спортс получше играют все. То есть вся команда. Они берут сейчас тем, что каждый делает фраги. И вот опять-таки Оскар 13 на 17. Да. Но за террористов он убивал очень хорошо. А за КТ, ну, возможно, тиммейты справляются, делают киллы. И как бы на него никто не выходит. У меня что-то подобное обсуждение было по поводу команды Биг. Вот ребята играли, выходили на мейджор. И в последнем матче там Тапсон сыграл в минус. Я вот написал о том, что Тапсон заслужил выйти на мейджор. Мне написали, так подожди, он же сыграл в 18 на 21. В последнем матче. То есть, действительно, вот некоторые люди думают о том, что вот это что-то решает. А то, что он, в принципе, вытаскивал команду на квалификации, потом на мейджор, это уже совсем другой вопрос. У нас будет стычка на зелени. Смог полетел от команды Моу Спортс. И, возможно, будет подсадка. И, что самое главное, статистика никогда не покажет нам вот такой интересный момент, как этот человек своим присутствием в команде может делать так, что другие просто убивают. Им приятно играть в этом коллективе. И вообще им приятно проводить вместе время. И, соответственно, команда из-за этого является командой. Ну, есть такие люди, которые могут банально склеить любой состав. И, соответственно, из-за них, в частности, во многом ребята играют. Тем временем, фнатики первой арморы и теки стараются реализовать выходом на открытый плент под минимальное количество гранат. Отлетит куча сумаков. Выход через мидл вчетвером. Один через зеленку. Зелень пока что довольно плотно. Должны перекрыть ребята из команды Моу Спортс. Ловл на новой вышке. Должен абсолютно всех видеть. Хотя уходит. Меняет место в положение. Падает под вышечку. Крижей забирает Денниса. Тем временем Деннис убивает Олафа. Бомба устанавливается. И погибает у нас Кримс. Остается последний флюша. Ну, максимум, который добились на теки, это установка бомбы. Хотя, с другой стороны, они потратили на этот раунд довольно много денег. Поэтому в какой-то плюс по деньгам существенно они не вышли. Ну, и практически все бойцы команды Моу Спортс проиграли свои дуэли. Хотя пытались пушить просто с пистолетами. Тек-9 мейстер в этом раунде не залетает. 14-11. Моу Спортс уже близки, чтобы выходить на матч-поинт. Фнатик закупается. Есть АВП от JV. Кримс его проспонсировал. 4К47 у остальных. Полный набор гранат. Практически у всех. Ну, и нужно, ребята, как-то, может быть, фейкануть. Как-то заставить команду Моу Спортс двигаться. Потому что они стоят просто на своих позициях и отстреливают. Мы в очередной раз это повторяем. Посмотрим. Это, по большому счету, одна из последних попыток команды Фнатик. На то, чтобы действительно затащить. Им нужно сейчас взять 2-3 раунда подряд. Потому что экономика у команды Моу Спортс уже довольно хорошая. Серьезная. И переломить такие деньги будет очень-очень тяжело. Деннис играет на центре. Медленная игра от Фнатика. Флюша конключит пока что. Коннектор. Робс пока что стоит не палится. Тем временем его тиммейт перемещается возле него. Ну и Робс прочекал коннектор. Снова инфа для команды Моу Спортс. Они пока что понимают, должны понимать, что это опять-таки зеленка. По ДВП Робс все-таки пытается пропушить эту позицию. Там Флюша, который готов к этой встрече. Возможно, будет контакт именно там. Ребята, покажите. Робс все-таки убивает Флюшу. Возможно, не самый хороший тайминг для игрока команды Фнатик. Уже 5 на 4. Робс пойдет ли на верх-низ. Нет, все-таки решил подниматься. Вместе с Оскаром дальше действовать. Но здесь, конечно, Фнатик ничего не могут поделать. Они закрыты. Это по-любому уже выход на точку А, потому что на Б они не могут пройти. Живи пока что чекает красный вагон. Олаф подкрался уже на зеленку. В четвером или даже в пятером принимает сейчас Аплент. Ребята из команды Моу Спортс. Кто бы мог подумать, что Фнатиков будут настолько сильно читать, зажимать со всех сторон. И ничего у этой команды не получится. 15-11 полный хлам от команды Моу Спортс. Отличная работа. Мышки просто-напросто на коне. Ну и теперь остается поставить только лишь жирную точку в этой встрече. Или мини-комбэк от команды Фнатик. Четыре ронда нужно взять шведам, чтобы мы с вами наблюдали допы. Да, это было бы очень интересно. Но пока по игре, конечно, очень круто смотрится команда Моу Спортс. Ни одного девайсного не взяли шведы. Только вот пистолеты, потом два антиэкономических. Ну и на калашах на АВП не могут перестрелять своих оппонентов. Оскар направляется на коннектор. Контроль дефолтной позиции вместе с своими тиммейтами. Деннис на зелене довольно-таки агрессивно. Ну и против него готовы действовать три игрока команды Фнатик. Опять зеленка. Вот опять зеленка. Что они в этой зеленке нашли? Пытаются постоянно ее прорвать. Выход смог. Деннис ошибается. Кримс неплохо наказывает. Тем временем выход от команды Фнатик продолжается. Крис Жей с авиком ловит Олафа, который летел прямо к нему в гости. Оскар наказывает флюшу. И Кримс остается один с Галилом против четверых оппонентов. Бомба рядом. Кримс чекает красный. Забирает Оскара. Разбирает ловела. Один в два. Кримс постарается затащить, но у него нет бомбы. Минута времени до конца. И два игрока команды Мау Спортс действуют вместе. И шансов Кримса, если честно, не очень много. Это опасно. На самом деле Кримс не забирает Крис Жей, а тот его перестиливает. Это ВП. Забирает последнего, как и команды Фнатик. И ничего шведы не показывают в атаке на карте Детрейн. Абсолютно. В начале было все неплохо. Потом в какой-то момент быстро стали выходить на открытый плент ребята из команды Мау Спортс. Показывали хорошую стрельбу. И, соответственно, ничего не получилось. Но вот мне кажется, что здесь, опять-таки, Фнатики пытались брать какой-то своей некогда сильной стрельбой. А против них вышла Крис Жей.